Беседа перед отправлением в ссылку Пояснение Беседа эта, произнесена святым Яном Златоустом в самый печальный период его жизни Собор Придубский произнес над ним приговор низложения И император Аркадий, утвердивший этот приговор издал указ об изгнании святителя из города Преданное ему паство, узнав об этом В течении трех дней охраняла ворота его жилища Проводя все время в молитве и даже забывая о нуждах своего тела Святитель, которому передан был приказ Аркадия В течении первых двух дней отказался исполнить его Указывая на то, что над ним совершено было насилие А второй день он произнес перед своим преданным народом беседу Исполненную назидание и утешение всем страждущим за правду Беседа сохранилась в греческом подлиннике Но к ней иногда прибавлялись и такие вещи Которые заставляют подозревать их подлинность Много волн и сильна буря Но мы не боимся потопления Потому что стоим на камне Пусть бушует море Разрушить камень оно не может Пусть поднимаются волны Потопить корабль Иисусов они не в силах Чего, скажи мне, бояться нам? Смерть ли? Но для меня жизнь Христос и смерть приобретение Ссылка ли, скажи мне? Но Господня земля и все, что наполняет ее Отнятие ли имущество? Но ничего мы не внесли в мир Ясно, что ничего не можем вынести И все страшное в мире для меня презренно А благоприятное смешно Я не боюсь бедности Не желаю богатства Не страшусь смерти Не желаю жить разве для вашего преуспеяния Поэтому я и нынешнее вспоминаю И убеждаю вашу любовь сохранять мужество Никто не может разлучить нас Что Бог сосчитал То человек разделить не может Если жене и мужу сказано Посему оставит человек отца своего и мать И прилепится к жене своей И будет двое в одну плоть И что Бог сосчитал Того человек да не разлучает Если ты не можешь расторгнуть брака То тем более Можешь ли разрушить церковь Божию Ты восстанешь на нее Не имея возможности повредить тому Против кого враждуешь Войной против меня Ты делаешь меня более славным А собственную силу разрушаешь Трудно тебе идти против вражна Острия ты не притупишь А ноги обогришь кровью Так и волны не разрушают камни А сами превращаются в пену Нет ничего человек сильнее церкви Прекрати войну Чтобы тебе не разрушить свои силы Не вноси войны на небо Если ты воюешь с человеком То или побеждаешь Или бываешь побежден А когда воюешь с церковью То победить тебе невозможно Потому что Бог сильнее всем Или решимся раздражать Господа Разве мы сильнее Его Бог утвердил Кто осмелится поколебать Ты не знаешь могущества Его Он презирает на землю И она трясется Повелевает И колеблющееся утверждается Если он утвердил колебавшийся город То тем более может утвердить церковь Церковь сильнее неба Небо и земля прейдут Слова же мои не прейдут Какие слова? Ты, Петр, и на всем камне Созижду церковь мою И врата да не одолеет ее Если не веришь слову Верь делам Сколько было тиранов Хотевших одолеть церковь Сколько сковород Сколько печей, звериных зубов Изощренных мечей И не одолели Где враждовавшие? Они умолкли И преданы забвению А где церковь? Она сияет светлее солнца Их дела исчезли А дела ее бессмертны Если христиане не побеждены тогда Когда были малочислены То как ты можешь победить их Когда благочестием полна вселенная Небо и земля прейдут Но слова мои не прейдут И весьма справедливо Потому что для Бога церковь Вожделение неба Небесного тела не принял он А плоть церкви принял Небо для церкви А не церковь для неба Ничто из случившегося Пусть не смущает вас Одолжите меня этим Верой неизменную Разве вы не знаете Что Петр, идя по водам И немного усомнившись Стал утопать И не от беспорядочного движения воды А от слабости ветра Разве по человеческим определениям Мы пришли сюда? Разве человек привел нас Чтобы человек мог и извести Это говорю я не по гордости Да не будет И не по тщеславию А желая утвердить колеблющиеся в вас Дьявол захотел поколебать церковь После того, как успокоился город Проклятый и коварнейший дьявол Ты не одолел стен И надеешься поколебать церковь Но разве церковь в стенах? Церковь во множестве верующих Вот сколько твердых столпов Не железом связанных Но скрепленных верою Не говорю, что столь великое множество Сильнее огня Даже если бы был и один Ты не одолел бы его Ты знаешь, какие раны Нанесены тебе мучениками Нередко мучениям подвергались Нежная, неискусобрачная траковица Она была мягче воской И становилась тверже камня Ты строгал ей ребра А вера ее не похитил Естество плоти ослабевало А сила веры не скудевала Тело истощалось А душа юнела И состав измождался А благочестие оставалось неизменным Ты не одолевал одной женщины Надеешься одолеть столь многочисленный народ Разве не слышишь, что говорит Господь Где двое или трое собраны во имя мое Там и я посреди их А где связан любовью столь многочисленный народ Уже ли там нет Бога Я имею от него залог Ведь разве на собственную силу я надеюсь Я владею его писанием Это мой жезу Это моя опора Это моя безмятежная пристань Хотя бы возмущалась вселенная Я держусь его писания Я читаю его Эти письмена Моя стена и безопасность Какие письмена? И сей я с вами во все дни До скончания века Христос со мною И кого мне бояться? Хотя бы волны поднимались на меня Хотя бы моря Хотя бы я расправителей Все это для меня ничтожнее паутины Если бы не удерживала меня любовь к вам Я не отказался бы идти куда угодно и сегодня Я говорю Господи Да будет воля твоя Не то да будет чего хочет тот или этот Но чего хочешь ты Это моя твердыня Это мой камень неподвижный Это мой жезу несокрушимый Если Богу угодно чтобы это было Да будет Если же он хочет чтобы я был здесь Благодарю его Как угодно ему За все благодарю Пусть не смущает вас никто Усердно молитесь Это сделал дьявол Чтобы прекратить ваше усердие К священнослужению Но он не успел в этом Мы нашли вас еще более ревностными И пламенными Завтра я выйду на богослужение с вами Где я там и вы Где вы там и я Мы одно тело Тело от головы И голова от тела не отделяется Мы разделены местом Но соединены любовью И самая смерть не может разлучить нас Хотя бы и умерло мое тело Живет душа И помнит о народе Вы мне отцы Как я могу забыть вас Вы мне отцы Вы мне жизнь Вы мне похвала Если вы успеваете Я прославляюсь Моя жизнь Мое богатство Хранится в вашей сокровищнице Тысячу раз готов я Быть убитым за вас И это считаю Не заслугой с моей стороны А исполнением долга Потому что пастырь добрый Полагает душу свою За овец Тысячу раз готов я Быть убитым И тысячу раз Подвергаться Отсечению головы Для меня это смерть Переход к бессмертию Эти козни для меня Средство к достижению Безопасности Разве из-за денег Подвергаюсь я козням Чтобы мне скорбеть Разве за грехи Чтобы мне сетовать Нет За любовь к вам За то что я все делаю Чтобы привести вас В безопасность Чтобы никто Не проник в пасту Чтобы стадо Пребывало невредимым Этого достаточно Чтобы мне заслужить Венец Чего не потерпел бы я За вас Вы мне сограждане Вы мне отцы Вы мне братья Вы мне дети Вы мне члены Вы мне тело Вы мне свет Даже гораздо усладительнее Этого света Разве доставляет мне Солнечные лучи Что-нибудь такое Что ваша любовь Солнечные лучи Приносят мне пользу В настоящей жизни А ваша любовь Плетает мне венец В будущее Это говорю я В уши слушающих А какие уши Усерднее ваших К слушанию Вы бодрствовали Столько дней И ничто не утомило вас Ни продолжительность времени Ни страхи Ни угрозы Не произвели в вас Ослабление Во всем Вы оказались Мужественными И что я говорю Оказались Вы сделали то Чего я всегда желал Призрели дела Житейские Отказались от земли Переселились на небо Освободились От телесных уз Подвязались В блаженной любви К истине Вот мои венцы Вот ободрение Вот утешение Вот мое помазание Вот жизнь Вот залог бессмертия Субтитры создавал DimaTorzok